так ребята всем привет сегодня у нас days будет вот такого чувачка бородатого уже немного да подлутался вчера тут был вайп на этом сервере я тут нашел мосинку нашел вот такую вот штуку но это мне подарили вообще так 107 играю на модовом сервере здесь вот на зеленой зоне нахожусь есть карта на зеленой горе вот здесь я нахожусь по карте ребята да сегодня мы попробуем по снайперить сходить вот мышки на часто конвой приходит конвой это там куча зомби падает лут крутой типа мы все за ним охотятся вот тут очень много чуваков он по 7 по 6 чуваков тут в кланах играет просто в одиночку почти нету сервер забитый 70 людей тут вот очень долго настраивал видео чтобы травка там не слишком рябило и не слишком у меня лагалось записи видео ну в общем попробуем сегодня через этого все получится приятного просто главное не умереть прям сразу как дурачок вот немножко и привычный так на камеру играть выходить из этой зеленой зоны тяжело то 400 метров крути по и ну такой себе и чуваки довольно опасны короче первая наша миссия это выйти из зоны аккуратненько пройти вот так вот так вот вот так вот вот так вот и мясо пожарю мясо нажарить надо кстати еще скушать всякий случай, а то вечно ему хочется есть, когда перестрелка назревает. Ого, сколько грибов выросло, ребята. И это все грибы. И это я не знаю, что это. Хотя, нет, давайте сначала купим. Возвращаемся обратно. Давайте сначала купим, короче, бабушка, ник бабушка. Надеюсь, он не так быстро бегает, раз он бабушка. Давайте купим еще один магазин на АК-107. Да, и патрон, раз денег есть. Ну все. Погнали. Если оружие тоже скинь, делаем обманный маневр, типа я. Туда бегу. А на самом деле, вот туда побежу. На дочечку. Слышите, вот корова где-то мочит. Или лось. Ну вообще, их за километр примерно слышно. Ну, по моим ощущениям, да. И вот, шкура животных очень дорого стоит. Вот, и поэтому можно попытаться полежать рядом с коровой. Когда ее кто-то будет убивать, мы убьем его. В принципе, неплохой план. Давайте попробуем так сделать. Тихо, а кто-то стрельнул. Нет, корова живая. Хорошо. О, вон, я уже вижу корову. Заметили? Кто заметил, тот очень внимательный. Блин, позиция хорошая, но не очень. Пожалуй, немножко сменю. Пожалуй, немножко сменю. Блин, дальномера нету. Точно нету, точно нету. Но, на глаз примерно сто, сто, десять метров. До коровки нашей. Поэтому заляжем тут. Вы видите корову? Я не вижу. А, она там есть. Э, куда корова делась? Я не вижу корову, ребят. Я не вижу корову. Это стелс-корова какая-то. Стелс-корова. Я не знаю, но корову я не вижу. Она прямо здесь должна. Она же прямо на дороге. А, вот она, чего она спрятана из-за кустик. Я ничего не пропускаю. Скорость рефлексов в норме. Все ловлю на лету. Мы возьмем в руки пока автомат. На всякий пожарный. Вдруг кто-то прям вот сюда подбежит. Ну, лежим, ждем, пока кто-то убьет корову, короче. И пойдет разделывать ее труп. Пацан хотел скрыться. Почему он ползет? Замечательно. Поразительно. Гениально. Нет, там еще, ребята. Их четверо, ребята. Убегаем, значит. Почему их там четверо? Вот о чем я и говорил. Думаешь, двое, а нифига, четверо. Может, еще больше. А, это зомби, тю. Ой, дурак. Я зомби испугался. Как можно было так ошибиться? Ну, туда идем лутать быстрее. Потому что птицы вон летают. Видите, над трупами? А я думал, это их раки, тюты, блин. Или тут один живой. Нет, мертвый. Зачем я стрелял? Еще раз, не знаю. Ай, что тут ценного? И я demande еще, да. Вот. Ай, что это? Я слышал, там типа... Будет обидно, если он сейчас всё забрал, оружие, и меня тут сейчас развали. Так, 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 так. Это ерунда. Так. 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 Охренеть, как я так двоих разложил? Перестарт через минуту ровно. Вот так, ребята. А я вот так вот увидел этого зомби. Думал, что там ещё люди. Уже охренел, думаю. Вот такую валыну вытащу из них. Чё это такое вообще? М14. Крутая пушка. Ну, я думаю, что крутая пушка. У меня уже есть М14 в Сухроне. Вот, поэтому... Ну, тоже без обоим. Ну, я думаю, мы теперь сможем купить обоим. Видите? Крутая тактика. Так бы получил двух коров, если их убил. А так пушку получил, шкуру коровы. Ну, ещё одна шкура бы мне. А влезла бы. Ну, я не стал же её забирать. Ну, её в бане. Ладно, я нужно бежать, думаю, на трейд. Продать всё, что есть. И ещё раз такую ходочку сделать. Я чуть-чуть получше качество картинки сделал. Может быть, вы заметили. Может и нет. Так, я бы хотел быстрее продать шкуры животных и пойти ещё раз так же поохотиться на охотников. Охотник на охотников. О, сколько тут людей нет. Может, кому-то получится продать? Ребята, кому М-14 надо? Давай мне. Ну, за деньги. За рубль заберу. А можно за спасибо? Можно. Можно, в принципе, за глушитель на... Ну, обычный. За что? Глушитель обычный на калаш. Есть. Ну, вот этим чувакам продавщик. Запомните эту синюю машину. Какие громкие у них машины, капец. Блин, поздряем М-14. Да, да, идёт, идёт машина. Джамба, о тебе говорю. Да, блин, как я его продаю. Да, просто посмотреть вам жалко. Смотри, без проблем. К багажнику не подходите. Так, чему 308 мы стреляем? Я там даже не жалко, но на жалко посмотрел и всё. Джамба. Джамба. Есть две сотки. Нет, нельзя продать. Кому две сотки? Мне, мне. Ребят, кому продать М-14? На, две сотки. От души, братик. Кому нужна М-14? Могу обменяться на глушитель. Я, мы продажем, спасибо. Продага, спасибо. Не, 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 не. Спасибо. И вообще, побреще. Не, не хочу. Я тебе даже могу нахожить дать. Побреще. Я так сливаюсь с травой. Лучше. Не, ну, тогда красит её борду в зелёный, ну, тёмь-желёный. Так вот, смотри, какая трава. Вот как трава в лене, моя броня. Ну, она травяная. Ну да. Да. Ну вот, тут я бороться не проверяю, что такие классные дети. Да, они очень жёсткие, да? Походу бы я бороться у киборских спортсменов, да? Да. Не, Никита, спортсмен, не братья дня, я на картине вы не были, или стреляли. Ребят, М14 могу продать или обменять на что-нибудь. Хорошая снайперская винтовка автоматическая, ну, полуавтоматическая. Чего? М14 надо? На халяву, конечно. Да не, ну так, обменяться на шинь. МК-2 есть. Бесшумный. Ну, в принципе, давай. А, патроны, подожди, патроны возьми. Ну, тут немного, ну, что есть. Спасибо. Так. В принципе, хороший пистолет. Вот этот. Он самый бесшумный, и, короче, для него только обоим купить, всё будет чётко. Я люблю с ним бегать. Поставим его на третий слот. Куплю, наверное, сейчас кобуру под него, обойму и пульки. Потому что М14 у меня уже есть в сохране, и поэтому я её так... Я иди оттуда. Давай гулять. Зевс, хочешь револьвер? Продаю за... За 500. С патронами. Могу тебе патронов продать на дробовик. Две пачки. За сотку две пачки отдам. Ты втираешь мне какую-то дичь. Они дороже стоят. Я тебе по выгодной цене продать пытаюсь. Не хочешь? Ладно, нет, я тебе просто так дам. Три. Вон, держи. Три штучки. Ну, всё, давай удачи. Слушай, тебе револьвер нужен? Тебе, тебе, вот тебе, да. Наверное. А, пистолет? Кольт? Наверное, что им нужен. Так, ребят, продолжаем наши приключения. Я тут немного продал, короче, всё лишнее оружие. Сделал маскировочный костюм, который пока что мы не можем носить. Только можем вот так сделать. Вот. И, короче... Вот это я сейчас понесу с хрон. Вот это всё же в рюкзаке. Да, возможно, там переоденусь, надену маскировочный костюм вместо рюкзака армейского. Вот, ну, посмотрим, как тебя пойдёт. Ещё нужно до схрона добежать. Вот. Ну, всё, погнали нам 2,5 километра. Хренач. Не люблю, когда недозаряжено оружие. Ээээ... Куда мой магазин? Дозарядимся. Под фулочку. И погнали. Так, ну что, проверяем, лежит ли тут мой схрон. Я водяной, я водяной, поговорил бы, кто со мной, а то мои подружки бияж. Так, теперь это тоже сюда запихнем. Ну, это пока так вот. Так, все, берем топоридзе. Нарубаем. Ага, такое дрово. Нет, такое дрово нам не надо. Надо сделать три ящика еще. Ой! Ой-ой-ой, а это дерево я... Я уже рубил, оказывается. Я водяной, я водяной, поговорил бы, кто со мной, а то мои подружки бияжки. Да лягушки, фу, какая гадость, а? В основном, что я тут, куртки нашел. Прицел. Ничего полезного. Опа. Вы видите этого человека? Большая дистанция. А, пофиг. Побежали отсюда, нахрен. Побежали отсюда, нахрен. Не знаю, зачем я их стреляю, но просто захотелось. Да. Ну, куда он его огложен? Где тут еще зомби был? А, вот он. Пустые. Так, далеко я уже продвинулся. Больше чем полпути прошел, нормально. Может, подселиться возле черного рынка. Типа там типов залутанных отстреливать. Складывать что-то постоянно. Правда, если убьют, далеко бежать. Ну и самому трейдится опасно. А это бездругая игра. Против солнца вообще хреново, конечно. Если там кто-то сидел бы, мне бы жопка пришла наверх. Чья-то тачка. Чья-то тачка. Совпадение? Не думаю. Чья-то тачка. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не показалось, что там сидит человек, но... Я никого не застрелил... Очень странно... Ладно, умрём так умрём... Продолжение следует... 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 Нормально едет ещё без двух колёс, да? Без двух колёс? А-а-а. Ну, они пробитые, передние колёс. А-а-а. Вот это поворот. Я этого не знал. Потому что он вся клёска. И тут я принялся перетаскивать лут в свой схрон. А-а-а, тут ещё заборчик бесконечный, да? Который, ну, никак не перелезть. Хотя, нужно попробовать вот так. Ну, да. Логика. Logic. Вот ради таких моментов и стоит жить. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока. Ты просто молодец. Да пиздонутся, боже мой. Куда нах... Ебаться. В крендер, блять. Ой, блять. Теперь чижик ищи, блять, неделю. Всё.